так 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 друзья сегодня мы снимем видео и разберем опять же благодаря подписчикам чем же отличается облачное решение nn от self post от решения давайте посмотрим частные переменные это давайте сразу на примере будут показывать вот variables у вас слева внизу есть и здесь получается что они недоступны глобальные переменные которые вы можете использовать своих workflow это очень полезно в определенных ситуациях но не критически важная да то есть их можно и хранить и в файле в каком-то подружать начале workflow и на компьютере файле имеют на сервере если бы точным либо одна клауд решение подключать их загружая workflow то есть обойтись без этого можно так environments это так environments то есть здесь гид можно подключать к ней ten система контроля версии и создавать там разные environment для работы я понимаю что те кто с вами не знакомились с системы контроля версии это означает что вы слепки ну то есть у вас происходит есть workflow вы делаете слепок это очень похоже на допустим вот если вы зайдете в какой-то workflow то здесь есть справа вверху разные состояния система контроля версии то же самое только она не существует за пределами nn на вашем компьютере она существует в отдельном сервисе называется который гид не буду подробно останавливаться то есть видео не об этом внешние secrets это те секреты которые у вас создаются для каждого workflow если вы зайдете например вот они вначале да то здесь они сейчас существуют в базе данных где установлена у вас nn и xern секреты так раз дает возможность сохранить их не на nn а сохранять где-то допустим в и double с или где-то внешние сохранять и использовать уже внутри nn это очень полезно если вы хотите допустим использовать один и тот же секрет в разных серверах на разных nn тогда очень полезно это фича тогда в одном месте их меняете использую и они обновляются во всех остальных так следующее так внешнее хранилище здесь получается когда вы создаете какой-то файл дам закачиваете его то он он создается на сервере это фича подразумевает что вы можете подключить как из 3 bucket какое-то удаленное хранилище и когда же до раз когда вы будете загружать и сохранять то она будет автоматически загружаться и сохраняться удаленное хранилище внешне блок streaming это печа позволяет вам настроить какую-то систему отладки внешнею то есть nn будет отсылать влоги по запускам которые вы видите себя в экзекьюшенах например вот здесь 1 то есть они будут отсылать какую-то внешнее хранилище внешнюю систему отладки и для продакшен систем очень хорошая фича то есть вы можете настроить и отлаживать это там но также вы можете настроить как если вы смотрели мое видео про ошибки которые совершают разработчики точнее первое что нужно сделать когда вы собираетесь обоценить nn создаете workflow это вот здесь workflow допустим поставить если произойдет ошибка и там уже ее обрабатывать поэтому отлов от ошибок можно решить таким образом но вообще блок streaming перестатить какую-то по nn хотите то полезная вещь это продакшен мультимейн mode q mode это очень интересная фича и она очень важно для продакшен систем то есть если рация я вам сейчас покажу на примере если у вас есть один модуль nn то получается когда он нагружается многими задачами то он работает не параллельно то есть если у вас какие-то сложные workflow и у вас поступает сразу например 10 их и он делает что-то внутри то пока работает один пары а все остальные ждут когда 1 выполнится 2 3 4 то есть нету параллелизма в этом а как раз этот режим который q mode он как раз позволяет вам поставить внешнюю nnn которая принимает просто запросы и после нее поставить уже и после нее поставить уже три на три разных сервера либо в разных контейнерах это реализуется по-разному три отдельные ну три четыре пять десять в зависимости от нагрузки до ннн который будет выполнять то есть таким образом если три одновременно запроса приходят сюда то он распределяет их сразу автоматически 1 отдает сюда 1 отдает сюда и 1 отдает сюда таким образом получается что вы сразу параллельно делаете три задачи они ждете пока выполнится одна выполнится 2 выполнится 3 конечно же есть определенные подходы как это можно обойти но это не видео не про это все равно полноценно ты это не обойдешь используя только nn а вот nn и aws лямбды вместе можно это сделать давайте посмотрим следующий пункт так это был мульти маунт project мы касались их предыдущих видео то есть создаете проекты то есть отдельные проекты создаете раньше можно было их использовать как папки да то есть разные этот но против проекты по сути это с разные заказчики могут быть у вас вы для каждого создаете разные проекты и тогда уже можете людей туда добавлять я не видят только этот project и не видят все остальные это очень полезная фича которая нужна для продакшен систем если у вас много разных заказчиков очень полезно и много людей работают в компании так и со самого это по сути разные системы аутентификации где не нужно вводить там логин пароля в один раз проходишь и потом можно работать с ними ну то есть я не буду зацикливаться на этом это выходит за рамки этого тура шеринг это по сути поделиться можно workflow среди юзеров которые на этом инстанте созданы то есть если вы создали одно workflow другой здесь создал другое workflow и вы можете с друг другом его расшарить ну то есть сделать видео поделиться version control using git это как раз вот связано с environments то есть это как раз создание тех слепков на не внутри ntn а на какой-то системе которая называется гид и history workflow history рабочий но история рабочих процессов да то есть в enterprise версия клаудного решения и enterprise у вас это они доступны полностью история доступна пять дней для клауд про юзерс и 24 часа для сел постов то есть эта история выполнения ваших workflow на самом-то деле получается вы сможете просмотреть только за последние сутки историю по выполнению workflow это вот здесь в экзекьюшенах да это обычная которая селкоса бесплатная вот чем отличается селкоса от решения от клауд решений как вы видите какие-то отличия фичи важны очень да и очень хотелось бы их иметь селкоса от решений какие-то они такие критические в комментариях пожалуйста напишите чтобы вы хотели в первую очередь видеть бы селкоса от решениях и интересно чем люди пользуются или хотели бы пользоваться в первую очередь а так надеюсь вам видео понравилось ставьте лайк вступайте в телеграм-канал подписывайтесь на youtube канал вступайте в телеграм-канал потому что там я буду голосование указывать какие следующие темы для видео я насобираю и зависимости от этого голосования буду снимать в первую очередь до новых встреч друзья